Всех приветствую! Пьючерсы – это, наверное, один из самых интересных инструментов для торговли на Московской бирже. Я ими торгую и от минуты, и от пяти минут, кто-то торгует и даже на секундах. Чем интересны? Потому что ликвидны, потому что с плечом, и потому что торгуешь внутри дня, можно совершать несколько сделок в день даже на одном пьючерсе. И вот когда я провожу утренний обзор своих торговых идей и точек входа, многие начинают путаться. Дело в чем? Дело в том, что я пользуюсь тремя терминалами. Сам рынок я анализирую на терминале TradingView, а торгую на терминалах TigerTrade – это платный терминал, и бесплатный терминал FinanTrade. И на каждом терминале один и тот же фьючерс называется по-разному. То есть у них разный тикер. Вот в этом путаются и поступают просьбы объяснить, рассказать. Во-первых, конечно, хочу показать, вот сверху у меня QR-код на мой телеграм-канал. Подписывайтесь, вдруг YouTube заблокирует. А на самом деле впереди очень много еще полезного. Так вот, в этом видео мы поговорим о некоторых важных вещах. На фьючерсах все до одного фьючерсы более-менее ликвидные, на которых интересно торговать я покажу. И покажу на каждом терминале, как пишется тот или иной тигр. Кстати, следующее видео будет еще важнее. Там я покажу, как рассчитывать стоп-лосс на фьючерсах. Не все, даже не только начинающие, не могут этого понять. А там я покажу, прямо как рассчитать свой стоп-лосс, свой риск на сделку до рубля. На любом фьючерсе будете это уметь. Поехали. Итак, самые ликвидные фьючерсы у нас на московской бирже, как же они называются в разных терминалах, которыми торгует основная масса трейдеров, в которых есть деньги, так скажем. У меня их 17 штук. Вы просто в процессе видео можете их переписать себе. Вот это сайт TradingView. И вот здесь, в списке котировок, у меня флажками отмечены фьючерсы. Вот я советую вам также сгруппировать, потому что порядок на столе всегда должен быть, хоть на рабочем столе, хоть в терминале. Вот, допустим, у меня индекс московской биржи, и за ней сразу же идет флажком фьючерс. Так он и называется здесь фьючерс на индекс московской биржи MX1. Теперь давайте посмотрим, как он выглядит на других терминалах. Вот бесплатный терминал FinanTrade. Вот его название. Mix 6.24. И снизу, вот видите, MXM4. Это будет в терминале TigerTrade. Так, вот у меня терминал TargetTigerTrade. Вот видите, как они выглядят здесь. Вот фьючерс MX на московской бирже. MXM24. Следующий месяц будет уже вместо M буква U. Ну, дальше каждый фьючерс осмотрим, и все поймете. Что важно во фьючерсах, сразу же знать. Давайте, где еще это можно посмотреть. И что важно во фьючерсах. Важна дата экспирации. То есть, мы знаем, что фьючерсы бывают квартальные, срок жизни которых 3 месяца, и бывают месячные. Где посмотреть на FinanTrade? На FinanTrade открывается вот эта вкладка. Нажимаем «Инфо», и вот здесь фьючерсный контракт, и микс, и дата экспирации 20.06.24. То есть, за 3 дня до окончания жизни фьючерса, нужно переходить на новый фьючерс. Вот этот фьючерс до 20.06.24. Где искать новый фьючерс, как он будет называться? Сейчас он называется, помним, Mix 6.24. На Tiger 3 он будет называться MXM4. Открываем сайт московской биржи. Все эти ссылки у меня будут внизу в описании. Открываем главную страницу. Заходим в меню. Фьючерсы – это у нас срочный рынок. Фондовый рынок – это акции. Открываем срочный рынок. И вот они все фьючерсы. На акции, на товары, на индексы. Вот у нас был на индекс моды биржи. Mix 6.24. Открываем его. Здесь тоже самое есть. Начало обращения. Он начал свою жизнь с 1.06 по 20.06.24. Вот последний день обращения. То есть, за 3 дня до конца жизни фьючерса нам нужно фьючерс поменять на новый. Где его искать? Вот он 20.06.24 заканчивается. Значит, с 17.06 нужно переходить на новый фьючерс. То есть, открывать у себя в терминале уже другой фьючерс. Где они здесь? Вот они сверху. Вот Mix 6.24. Следующий Mix 9.24. В терминале TradingView название так и остается. А вот в терминалах FinanTrade и TigerTrade меняется. То есть, в терминале FinanTrade он выглядит вот так. Вместо 6.09.24. То есть, 9 месяц 2024 года заканчивается. А в терминале TigerTrade MXU. То есть, вот каждая буква соответствует другому месяцу. Вот давайте следующий. Откроем фьючерс. 12.24. Он MXZ. Ну и следующий там в 25-го года уже, да. Он MXH. То есть, на каждый месяц просто вот терминале меняется последняя буква. Так. За MX, я надеюсь, вы уже записали его себе, да. Фьючерс ликвидный. Очень много на нем проходит торгов. Убираем. Следующий. Нефть марки Brent. Вот так он пишется в терминале TradingView. BR1. Воскресательный знак. И вот так вот он выглядит на терминале FinanTrade и TigerTrade. На финантрейде он выглядит BR-5.24. Это месячные, кстати, фьючерсы на товары. Они все месячные. Это серебро, золото, нефть. А в терминале TigerTrade он выглядит BRK4. Следующий фьючерс. Всеми любимый. C. Это доллар-рубль. TradingView. C1. Восклицательный знак. В терминале FinanTrade он выглядит C-6.24. В терминале TigerTrade CM4. Следующий фьючерс. Евро-рубль. Евро-1. Как я уже говорил, здесь они не меняются. Здесь сразу показывается после даты экспирации, открывается с гэпом. И всегда одинаковые. В терминале FinanTrade меняется месяц. А в терминале TigerTrade меняется последняя буква. Поехали. Евро. Е-У. Это евро-доллар. Е-У-1. Восклицательный знак. Здесь. Тире 6.24. FinanTrade. Е-У-М-4. Следующий фьючерс. Фьючерс. Золото. Г-Д-1. Восклицательный знак. Финантрейд. Голд. 6.24. Тайгертрейд. Г-Д-М-4. Следующий фьючерс. Вы записывайте. Это вам пригодится. Серебро. СЛ-1. Восклицательный знак. Финантрейд. С-И-Л-В. 6.24. И Тайгертрейд. СВ-М-4. Следующий фьючерс. Юань рубль. С-И-Л-В. Восклицательный знак. Финантрейд. С-И-Л-В. 6.24. Тайгертрейд. С-И-Л-В. 4. Следующий фьючерс. Фьючерс на индекс С-И-Л-В. 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 С-Ф-1. Восклицательный знак. Финантрейд. С-И-Л-В. С-П-И-Л-В. 6.24. Тайгертрейд. С-Ф-М. 4. Следующий фьючерс. На газ. Н-И-Л-В. Восклицательный знак. Финантрейд. Н-И-Л-В. 6.24. Н-И-Л-В. 4. Следующий фьючерс. На Сбербанк. sr1 восклицательный знак и нам трейд sbrf 6.24 tiger trade srm.4 следующий фьючерс лукой лк 1 восклицательный знак и нам трейд lk o h 624 или lk m 4 на таги трейд следующий ликвидный фьючерс на акцию втб в трейдинге он вызывает называется bb1 восклицательный знак финам трейд втбр 624 и tiger trade bbm 4 что еще здесь интересно и там яндекс малоликвидные роснефть малоликвидный магнит ртс фьючерс ртс р и 1 восклицательный знак финам трейд ртс 6.24 и tiger trade рим . 4 следующий интересный ликвидный фьючерс на индекс из mp500 это сам индекс и фьючерс называется sf1 восклицательный знак сейчас мы его здесь найдем сф ай он называется с пи ой с пи ой f6 . 24 и на tiger trade с fm . 4 что еще они похожи с с нп 500 коллерируются но бывают и некоторые расхождения фьючерс на 1 восклицательный знак ищем финам трейд нас так он называется у нас на sd 6 . 24 или нам . 4 чтобы еще хотел такого важного сказать каждое утро с 9 до пол 11 смотря сколько у меня времени утра я анализирую рынок выкладываю свои видения свои торговые идеи на себя на каждый день выкладывают до мелочей прямо точки входа можно вместе торговать поэтому подписывайтесь и на телеграм-канал смотрите здесь ю тубе ссылки на мосбиржу и на финам трейд будут внизу всем удачи попутного тренда